и снова здравствуйте город малины сергей аллея рады вас приветствовать опять у нас 3 мая думали отдыхать но не тут то было перед пасхой было два теплых дня плюс 20 и как оказалось насекомые тоже вылезли и стало тепленько и у нас просто нашествие долгоносика у нас смородина малина на каждой ветке по 5-6 штук малина еще не выбросила цвет она только-только редкие веточки начинают ботанизацию поэтому еще есть время для применения химически синтезированных инсектицидов прошлые выходные мы не смогли сделать обработку в силу того что был слишком сильный ветер вот сегодня тоже достаточно ветрено но отступать в принципе некуда потому что на следующие выходные уже мы не хотим ни себе не людям химические синтезированные инсектициды чтобы попадали в пищу да сингент отличный производитель мы будем использовать актору там срок ожидания в принципе 30 дней ягода через 30 дней на марине еще точно не будет вот поэтому мы будем обрабатывать желательно чтобы химические синтезированные инсектициды обрабатывались в жидкости чтобы это было в кислой среде в качестве подкислителя воды мы будем использовать аммиачную селитру аммиачная селитра сама по себе кислая плюс мы этим самым себе сделаем вне корневую подкормку малины мы будем использовать 30 грамм аммиачной селитры мы сейчас покажем как изменяется кислотность на 30 граммах для этого мы будем использовать вот такие вот лакмасовые бумажки это это профессиональные принципе в интернете вы сможете купить и более бытовые они стоят там совсем совсем дешево на плане я видел 30 гривен упаковочка сможете сейчас заказать проверять кстати для примера мы будем для понимания работает или не работает мы сначала замеряем воду из нашего колодца посмотрим все таки какая кислотность наш нашей воды которая раньше использовалась для полива мы снимем какая кислотность нашей дождевой воды по идее она должна быть неправильно и уже снимем какой получается раствор по кислотности да Продолжение следует... Сейчас мы будем проверять, какую кислотность имеет наша вода в колодце. Отрываем полосочку. Отпускаем воду. И ждем. Насколько видно, наша полосочка стремится стать зеленой. Очень близко. Или к нейтральной, или больше к щелочной основе. Скорее всего, что вода имеет повышенное содержание кальция. Где-то приблизительно 7,2. Если поливать нашу землю, которая имеет повышенную кислотность, то это было бы замечательно. Но для такой воды, у которой повышенное содержание кальция, желательно делать, конечно, анализ воды. Для того, чтобы точно понимать, что там. Но желательно еще даже купить ЕСИМЕТР. Он достаточно недорогой. Я думаю, мы в ближайшее время его тоже купим. Мы будем понимать, для чего ЕСИМЕТР. Для того, чтобы понимать, какое количество удобрения можно в эту воду. Если у вас вода из скважины. Явно видно, что она больше темнее, чем циферка 7. Но не так темно, как циферка 8. Для понимания, раньше полосочка была вот такая. Мы набрали воды из наших бочек. Это дождевая вода. Сейчас мы будем проверять ее кислотность. По идее, дождевая вода должна иметь нейтральную кислотность. То есть, PH около 7. Сейчас будем смотреть. Вот наша табличка. Она зеленеет. Мы выкинули, конечно, та, которая была из-под колодца, чтобы сравнить. Но я думаю, что на видео будет видно, что она значительно желтее. Она даже меньше 7, чуть-чуть, но больше 6. Ну, где-то, я думаю, что где-то 6, 8, 6, 7. В принципе, абсолютно... Сейчас еще немножко подождем. Ну, практически она сравнялась с цветом семерки. Так что, в принципе, тест рабочий. Тест работает. И вы всегда у себя сможете проверить хотя бы плюс-минус полуединицы кислотности воды. Сейчас мы сюда добавим аммиачные селитры. 3 столовые ложки. Это у нас будет 30 грамм. И посмотрим, насколько изменилась наша кислотность. Мы в нашу дождевую воду добавили 3 столовые ложки аммиачной селитры. Даже в холодной воде аммиачная селитра растворилась. Сегодня плюс 10 и вода, наверное, где-то градусов 8. Растворилась буквально за 3 минуты. Сейчас проверим кислотность. Насколько изменилась реакция. Видно, она ближе стала к пятерке. В принципе, это видно визуально. Сейчас мы положим рядышком нашу нейтральную. Это у нас. Это уже. Это зимнее. Лучше поднять. Для того, чтобы было видно. Не знаю, насколько видео передает. Но, поверьте на слово, кислотность изменилась. Даже ближе между шестеркой и пятеркой. Наверное, ближе к шестерке. Хотя, это норма для подкормки. Корневой 30 грамм. Но мы ее использовали и в качестве вне корневой подкормки. И использовали как закислитель для основы для инсектицидов. Там же еще раз говорю. Многие инсектициды химического происхождения, химически синтезированные, они лучше работают все-таки в кислой среде. Поэтому, иногда люди берут воду из своих колонок, из колодцев, где мы уже, как видели, кислотность больше, чем 7. То есть, щелочная основа. И иногда говорят, что препарат не сработал. Такое бывает, если еще и препарат в щелочной воде постоял час, может полтора. Поэтому, вроде, такая бы мелочь. Но, агрономы их знают, об этом в книжках пишут. Но и тугах рассказывают редко. Дальше будем добавлять уже сами препараты. Ну и опрыскивать вредителей. Мы уже наснимали. В ролик монтируем. Надеюсь, у нас получится борьба. Ну и, еще раз говорю, это последняя обработка инсекцицидами химического происхождения в этом году. Дальше будет только биология. Биология, биологические препараты дороже. Но, все-таки, есть внутренние убеждения, которых мы придерживаемся. И вам того же желаем. Продолжение следует... Так, чтобы дедушек вообще выйдет. Продолжение следует... И, еще, уважаемые подписчики, обращаем ваше внимание, что работа с ядами это определенная опасность. Поэтому, убедительная просьба соблюдать методы предосторожности. Обязательно использовать респираторы. Обязательно использовать очки. И, в процессе обработки, установиться, чтобы ветер был вам в спину. Чтобы был на вас и на одежду, не дай бог, на глаза, если вы без очков попадали яды. Это, казалось бы, элементарные вещи, которые, всем понятно, но, к сожалению, не все помнят эти элементарные методы и иногда случаются неприятности. Еще раз просим всех быть осторожным, любить себя, заботиться о себе. Потому что себя любить не будете, кому вы вообще туда нужны. Более чем за руку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...